В ядре Омского велотрека сегодня бьется сердце российского юношеского бадминтона. Наш регион принимает участников престижного состязания всероссийского юношеского турнира на призы 50-кратного чемпиона России и СССР, участника Олимпийских игр 1992 года, а мяча Андрея Антропова. На эти соревнования заявились 196 человек из 12 регионов страны. Конкуренция традиционно на уровне. За 11 лет существования турнира он заработал себе отличную репутацию. Этот турнир идет круглогодичная серия, но очки обычно считаются перед первенством России. Вот здесь у нас три возраста играют, у каждого возраста перед Россией свои сроки. Вот до 13 лет Россия будет в конце марта на мартовские каникулы, и мы очень надеемся, что она будет в Омске. А до 15 лет она, по-моему, в сентябре и так далее. Просто каждой России люди суммируют очки, и потом по результатам этих турниров они проставляются все-таки. Очки всероссийского рейтинга, которые складывают к концу сезона, важная составляющая соревнований. И ради них спортсмены выходят на площадку. Но для большинства престижно быть победителем здесь и сейчас. Так и для этой спортивной пары – Алины Елизаровой и Евгения Кошмана. Уникальность дуэта в том, что ребята живут и тренируются в разных городах. Алина в Челябинске, Женя в Омске. И только на турнире встают в пару. О том, что будут соперничать в смешанных парах, договорились по телефону накануне старта. Сыгрываются уже по ходу соревнований. Практикуют это уже полтора года. Но даже несмотря на раздельные тренировки, на профессионализме, каждого в отдельности и, конечно, характере удается побеждать. У нас, наверное, более наигранный микс. Из-за того, что у нас наиграны, мы меньше ошибаемся. За счет этого, наверное. Ну, они ни разу не играли. Вот, мы наигрались уже из-за этого, выиграли, наверное. Чтобы вот так играючи перекидывать валан через сетку, спортсмены готовятся основательно. И это далеко не только собственная игра в бадминтон. По нагрузке и энергозатратам с этим видом могут соперничать немногие. Поэтому подготовка к стартам здесь почти как у космонавтов, шутят тренеры. Там и прыжки, и бег, и работа на пресс, работа на спину. У нас мышцы, без которых ты ничего не сделаешь. Естественно, функциональная подготовка, то есть сердечно-сосудистая система, это кроссы сумасшедшие. Те же форт-лэки, если у нас знакомая, скорость, игра скоростей. А без этого как? Тут выносливость очень большое значение имеет. Штангистый вышел, собрался, и все. Секунды. А здесь полтора часа одна игра. И в течение дня надо сыграть семь-восемь игр. После трех дней состязаний и сотен сыгранных встреч бадминтонисты разбирают заслуженные награды. У амичей их 13, и это число можно считать счастливым для омского бадминтона в этом сезоне.